Прошел год с момента внедрения счетов Эскроу в нашей стране. Эксперты с самого начала отмечали, что это очень важное событие для рынка недвижимости. Предполагалось, что это решит проблему обманутых дольщиков. Что произошло на самом деле? Каковы результаты по Тверской области? Об этом в нашем следующем материале выпуска. Эти новостройки в переулке трудолюбия – одни из тех, что заслужили печальную славу на Тверском рынке недвижимости. Застройщик пообещал людям по привлекательной цене современное жилье. Но практически в самом центре Твери. На деле сплошные срывы сроков. Сейчас, спустя шесть лет, с грехом пополам сданы два дома. Люди, которые приобрели в ипотеку квартиры в третьем корпусе, до сих пор ждут новоселье, сетая на то, что счетов Эскроу не было в то время, когда они вступали в этот проект. Безусловно, я бы пошел таким же путем, как сейчас, с скоростью счетов. Почему? Потому что, во-первых, контроль, во-вторых, какие-то есть гарантии на строительство. И, разумеется, я на протяжении всех этих пяти-шести лет снимаю жилье. Я не могу полноценно жить. Чтобы исключить подобные случаи, в России в июле 2019 года и была внедрена система счетов Эскроу, на которые и поступают деньги дольщиков. Застройщик же берет средства на возведение дома в виде банковского кредита. Причем после тщательной проверки. Займ он возвращает после полного завершения строительства и продажи офисных и жилых площадей. Но, в первую очередь, эта система хороша тем, что защищаются интересы простых граждан. В случае проблем у застройщика, проблем строительства, здание, заемщику возвращается полностью. В случае, если проблема у банка, ее отзывы лицензии банка, до 10 миллионов рублей гарантируется по возврату. В итоге, новая система набирает популярность. По данным Центробанка, на начало июня в Тверской области открыты уже 607 из счетов Эскроу. Между застройщиками и банками заключено 24 кредитных договора на сумму в 3 миллиарда 580 миллионов рублей. При этом не оправдались и прогнозы скептиков, предвещавших резкий рост цен. Поскольку строительные компании так или иначе, ну деньги-то берут под проценты. Конечно, оно подорожало где-то на сколько-то квадратный метр. Но прям, чтобы это катастрофически было для наших жителей, нет. И такого нет. Ничего удивительного тут нет. Во-первых, тот же ЦБ регулярно заявляет о небывало низкой инфляции, а также о снижении учетной ставки. То есть коммерческие банки получают средства под более низкий процент. А, соответственно, и для инвесторов кредит становится дешевле. Но, во-вторых, по стране прокатился коронавирус. Доходы у многих граждан снизились, а квартиры-то продавать нужно. Так что застройщикам, как говорится, не до жиру.